Музыка Кандидат медицинских наук Дегтярев Денис Борисович Он у нас сегодня проведет Вводное занятие по теме Условий труда Спланируем занятия по охране труда Уважаемые товарищи Еще раз представлюсь Денис Борисович Кандидат медицинских наук Заведомый эндоскопическим отделением В госпитале ветеранов войны Являюсь научным консультантом Российского комитета рабочих Иван Михайлович Сказал о видеотеке О записях Российского комитета рабочих На российском комитете рабочих Тема условий труда и борьбы Профсоюзов за условия труда Она поднималась неоднократно Можно найти в том числе и мои выступления По этой теме выступления рабочих Которые делились своим опытом Борьбы за условия труда За улучшение условий труда Также можете обратить внимание На сайте фонда рабочей академии Есть повестка грядущего заседания То есть того заседания Которое состоится в марте-апреле 2018 года Там вопрос О борьбе профсоюзов За условия труда Улучшающие Вернее сохраняющие жизнь здоровья Работников и работниц Также стоит Поэтому Во-первых Можно будет Поучаствовать в этом заседании И поделиться своим опытом Ну и также приехать И послушать Как люди борются За условия труда Иван Михайлович опять же Начал эту тему раскрывать И он сказал о том Что условия труда В широком смысле Это вообще условия При которых осуществляется производство То есть заработная плата Продолжительность рабочего дня Они в широком смысле Тоже относится к условиям труда Поэтому когда мы говорим О повышении заработной платы Тем самым Отчасти мы говорим И о условиях труда В широком смысле То же самое и в рабочем времени И случайно В производствах С вредными Неблагоприятными факторами Рабочий день сокращен Ну и должен быть сокращен По крайней мере Законодательно Это связано с тем Что существует временной фактор То есть время воздействия Вредных и опасных факторов На организм Оно должно быть ограничено Кроме того Должно быть определенное Время между рабочими сменами Для того Чтобы организм мог восстановиться На основании воздействия Этих факторов На организм И времени Которое требуется На восстановление И разделяются Рабочие места По классу опасности Вы знаете Что есть 4 класса опасности Рабочих мест Первый класс Практически У рабочих И вообще практически Ни у кого не встречается Кроме высшего руководства Когда кроме рабочего стола Ничего нет То есть это оптимальные Условия труда Второе Это Условия труда Допустимые И третий Уже Третий Предполагает наличие Вредных и опасных факторов А четвертый класс Трудная Это просто опасные Условия труда Ну и наконец У нас до сих пор В стране есть 1,3 миллиона рабочих мест Которые Вообще Подлежат Немедленному Закрытию Те Рабочие места Где При пребывании На которых Опасно для жизни Тем не менее Они пока Не закрываются Продолжают оработать И получать увещи И гибнут Это Официальные данные Цифры Можно найти В докладе Министра труда Максима Запилина Прошлого года Штрафных санкций За ее непровидение Не было предусмотрено Поэтому работодатели Не торопились Проводить аттестацию Рабочих мест В итоге Наше правительство Пошло навстречу Работодателям И жизнь Ему просила Просила Но им Введя Так называемую Специальную оценку Условий труда Что такое Специальная оценка Условий труда Это Оценка Факторов Производства И трудового процесса Которые непосредственно Влияют на жизнь Здоровья и работ При этом В законе О САУД Сделаны Несколько Допущений Первое Если Рабочие Данная специальность Или рабочее место Не относится К так называемым Списочным Производствам То есть Списки 1 и 2 Которые еще В советских Применах существуют То Возможно Проведение Так называемой Декларации Соответствия То есть Работодатель Заявляет Что рабочие места Соответствуют Гигиеническим Требованиям В этом случае Никакие дополнительные Процедуры не требуются Ничего не нужно измерять И соответственно Нужно просто Подать эту декларацию В течение Пяти лет Соответственно Эти рабочие места Будут считаться Докусимы Никакие дополнительные Заявления не требуют Если Рабочее место Относится К списочным Да Ну это вот Естественно Это все Практически все Рабочие специальности То есть Там где идет Контакт с химическими Веществами Там где есть Физические факторы Это шум Вибрация Это механическое Воздействие Поднятие тяжести Или химическое Да я сказал Химическое То есть там Должны проводиться Должны проводиться Измерения И проводится Полноценная Специальная оценка Труда Закон предусматривает Обязательно Проведение Специальной оценки Труда Ограничение Вернее Есть Допущение То что Если была проведена Аттестация То до конца Срока действия Аттестации Рабочих мест Она действует Когда истекает Срок Соответственно Она тоже проводилась На 5 лет Нужно проводить Специальную оценку Труда Специальная оценка Труда Должна быть Завершена До 2017 года Если я не ошибаюсь До конца 2017 года До 1 января 2017 года Соответственно Работодатели Естественно Впряглись В это дело Тут же Появилось Множество Фирм Которые Помогают Проведению Специальной оценки Труда Если вы наберете В интернете Специальная оценка Труда То там Появится Сразу Проведение Специальной оценки Труда 100 рублей За рабочее место 70 рублей И так далее Примерно Как Сейчас Получить Талон Техосмотр Приезжаешь На фирму Платишь Деньги Машину Можешь Оставить В гараже Тебе Дадут Талон Что твоя Машина В полном Порядке Примерно В том же Духе Во многих Местах Проводится Специальная Оценка Труда Но Тем не менее Закон Есть закон И Если На предприятии Есть Коллективный Орган Представляющий Интересы Работников Это Может быть Профсоюз Это На некоторых Еще Такая Совет Трудового Коллектива В принципе Любая Форма Объединение Общественного Работников Которое Может Представлять Интересы В этом В этом Случае Должна Формироваться Комиссия По проведению Специальной Оценки Труда Если У вас Профсоюза Нет И нет Совета Трудового Коллектива Комиссия Все равно Будет Сформирована Только без Вашего Участия Соответственно Это Будет Представитель Работодателя Инженер По охране Труда Допустим И Представитель Вот этой Фирмы Специальной Которая Проводит Специальную Оценку Труда В этом Участвовать Не будет Поэтому Если Вы Заинтересованы В том Чтобы Условия Труда У вас Улучшались Не ухудшались По крайней мере У вас Отобрали Те Компенсации И Льготы Которые Положены За работу Во вредных И опасных Условиях То Конечно Нужно Делегировать По комиссии Свох Представитель Должен быть Представительный Орган Работы Без Этого Представительного Органа Некому Будет Представлять И защищать Ваши Комиссия Получается Состоятель Как бы Из трех сторон Работодатель Представитель Вот этой Фирмы Независимой Коммерческой Которая Кредитована Государством Государством Работодателей И Представитель Работника Соответственно Получается На самом деле Две стороны Сторона Работодателя Да И здесь Надо учесть Еще Что Оплачивает Проведение Экспертизы Работодатель Соответственно Кто Девушка Ужинает Тот И танцует Значит Здесь Получается Заказчик И Исполнитель Это Одна Сторона А Вы Собственно Говоря То лицо Которое В Интересах Которое Должна Проводиться Заинтересованное Да Заинтересованное Лицо В чем Заинтересован Работодатель Ну Во-первых По Закону Да Значит Размер Выплат Фонд Социального Страхования Зависит От того Если у вас Рабочие места С вредными Или опасными Если у вас Таких мест Нет У вас Все Рабочие места Пустимыми Это Низкий уровень Веков Тем Больше у вас Вредных Опасных Мест Тем Больше Отчисления Фонд Социального Страхования Таким Образом Государство Так Сказать Пытается Увеличить Фонд Потому что Понятно Что если вы Работаете На Производстве У вас Выше уровень Травматизма Профессиональная Заболеваемость Соответственно Откуда Деньги Выплачивать На Вот эти Профессиональные Заболевания И травмы Выплачивается Из фонд Социального Страхования Его Надо Увеличивать Как-то Увеличивать За счет Работодателя Работодатель Платить Туда Не хочет Понятно Дело Значит Нет Необходимости Соответственно Работодатель Заинтересован В том Чтобы Таких Рабочих Мест У него Вообще Не было Или Было Как можно Выплаты Снижать Соответственно Работа В этом Направлении Будет Проводиться В том числе И при Участии Уважаемых Экспертов С комиссии Что Разрешает Закон Во-первых Разрешает Уменьшать Класс Опасности При Внедрении Эффективных Средств Коллективной Защиты Установили Вытяжку Новую Вроде Как Защитили Значит Можно Класс Опасности На Единство Третий Класс Разделяться На 4 Подкласса У вас Было 3 3 Стало 3 2 Соответственно Можно Уменьшить С одной Сторон Уменьшить Выплаты Фонд Социального Страхования С другой Сторон Вопрос Стоит О том Надо Ли Вам И Каким образом Компенсировать Это Одиннадцать Ну И Кроме Того Значит Средства Средства Индивидуальной Защиты В законе Вообще В законе Указаны Средства Коллективной Защиты Но Здесь Как вы Понимаете Можно Трактовать По-разному То есть Если Вас Обеспечили На момент Проверки Средства Индивидуальной Защиты Выбили Вам Респираторы И так Далее Все У вас Есть Провели Оценку Все Нормально Потом Проходит Время Вместо Респиратора Вам Стали Выдавать Китайские Маски Изоптики Одноразовно Соответственно Вредность Вас Сняли А Средствами Индивидуальной Защиты Полноценными Не обеспечили Или Перестали Перестали Отключили Отключили Соответственно Чтобы за этим следить Нужен коллективный договор И нужен орган Который следит За исполнением Этого коллективного договора Что если У вас Положено Выдавать Мы будем касаться На следующем На этом занятии Вопрос Охраны Труда Эти условия Охраны Труда Они безусловно Взаимо Увязаны Потому что В зависимости От условий Труда Соответственно И Требования Возникают К охране Труда Нужны вам Средства Индивидуальной Защиты Не нужны В вашем Вашем Конкретном Случае Соответственно Если нужны Вы должны Быть обеспечены У тех же Самых Докеров Договоре И в приложениях Очень подробно Расписано Какое Количество Рукавиц Какие Должны быть Рукавицы Другие Средства Защиты Одежда В зимнее В летнее Время Наличие Помещения Специальные Обувь Помещения Для обогрева И так далее На самом деле Нормативы Существуют Для всех В том числе По рабочей одежде В том числе Для профессорского Преподавательского Состава Ваши Можно найти Если Даться целью В интернете Есть эти Нормативы Обеспечению Костюма И так далее Безусловно Для профессорского Преподавательского Это в меньшей степени Играет роль А для Жизни и здоровья Рабочих Это критично Потому что Если у вас Извините Обувь На польской подошве Или она там Проводит ток Или не имеет Металлического Металлической защиты Вы ходите Там Где-то Есть у вас стружка Или другие Озии Могут попасться Естественно Это приведет К тому Что будет Дравматить Эти вещи Критить То же самое И рукавицы Когда у вас рваные За трос Хватаетесь Отлично Можно Рукать Все эти вещи Которые Обязательно Должны быть И прописаны В полисе На договор И нужно следить За их исполнением Вечем В отличие Скажем так От борьбы За повышение Заработной платы За сокращение Рабочей войны Здесь По крайней мере Требования Закона На стороне Работника Полностью Находятся В законе Прописано Вам это положено Все Вы должны Это получить Есть Трудовая инспекция Которая Тоже Во всяком случае Должна Следить Но она Сама По себе Не придет Естественно Для того Чтобы она Пришла Для этого Нужно Вопрос Инициировать Немножко Мы отвлеклись От Условий Труда И от СОУ Какое еще Облегчение Тяжелой Судьбой Российских Работодателей Сделало Государство По сравнению С аттестацией В процедуре САУД Сокращено Количество Измеряемых Факторов Значительно Сокращено И Пример Например С освещенностью Если раньше При проведении Эттестации Оценивалась Естественная Освещенность Собственно Люксов На рабочем Месте Локальная Наличие Мерцания И так далее То есть Много же Сто фактов Сейчас Фактически Там Один или Два Параметки Коэффициент Основной Это Коэффициент Естественно Освещения То есть Если у вас Окно Есть В цехе Освещение Естественное Присутствие На рабочем месте Значит у вас Уже все Хорошо Второй Фактор Который Влияет Помимо Условий То есть Есть Факторы Условия Труда Входят Факторы Производства Производственной Среды То есть Это Ваше Рабочее Место Наличие Загазованности Запыленности Вибрации И Факторы Трудового Процесса То есть Это Статическая Поза Определенная Это Нагрузка Интенсивность Труда Монотонность Вот эти Факторы При проведении Сауд Практически Не участвуются Потому что Здесь Нужна Довольно Сложная Экспертиза То есть Человек Может Прийти к вам На рабочее Место И провести Замеры Вашего Цикла Рабочего То есть Это То о чем Говорил Иван Михайлович Специальный Институт Который Выделяет Человека И проводит Все замеры Сколько Вы тратите Калорий Насколько У вас Коза Статическая Насколько Монотонные Движения Это Очень Трудоемкий Процесс Поэтому При проведении Сауд Это все Отбрасывается И что Получается Что вы Вроде Вроде Ничего Вашей Жизни Не Изменилось И на Вашем Рабочем Месте То же Самое Освещение То же Самое Тело Та же Самые Вибрации На Том же Самом Станке Работаете Совершаете Те же Самые Монотонные Движения Но Провели Сауд И Оказывается Что У вас Никакой Вредности Нет Все У вас Хорошо Вот Я Приведу Пример Не Сферы Производства Сферы Медицины Медицинской Фирме Которая Работала До Госпиталя Там Провели Соглас Деревья Закона Специальную Оценку Условий Труда Причем Провели Ее Ну Видимо Оптом Потому Что Никто Не Видел Этих Людей Которые Ходили Что То Что То Измеряли Так Сказать Более Сначала Нам Выдали Дополнительные Соглашения Потому Что У нас Проведены Условия Труда И Условия Труда У всего Коллектива Стали Допустимыми Второй Класс Условия Труда Начиная От Минерального Директора И заканчивая Дезинфектором Который Работает В Подвальном Помещении С Медицинскими Отходами В том Числе Острые Полищи Режущие Инфицированные И так далее Ну понятно Где Генеральный Директор А где Дезинфектор И у Сестры Операционной Например Которая Стоит Там Шесть Часов На Операции В одном Можем Положить Ну и Хирург То же самое У всем Допустимые Условия Труда Есть Для Вредности Ну это Наличие Компьютера Есть у вас Компьютер Электромагнитное Звучение Да Значит у вас Условия Труда Не Оптимальные А допустимые Если Компьютер Убрать У вас Компьютер Ну Дезинфектора Нет Компьютера Поэтому Установка Вот Таким Образом Причем Сначала Соглашения Выступает Заместитель Директора По По Карта Рассказывает Ну я Карты Еще Не Видела Диагностические Но А Их Потом Принесут Понимаете Сначала Дают Соглашение А потом Говорят Ну вот Карты Да Карты Мы потом Принесем Диагностики И сделаем Да То есть И это Не какой-то Частный Случай Это Это Сполучая Ряда Ну вот Если нет Коллективного Органа Представляющего Интерес Работника Примерно Так Оно Все И будет Происходить Вас Вызовут В кадры Или Принесут Вам Дополнительное Соглашение Что у вас Проведена Сауд Что у вас Все Хорошо И Так Сказать Они Согласны Можете Не подписывать Тогда Предложат Другое Рабочее Место Где Тоже Будут Допустим Естественно Условия Подпишите Что вам Скажут Дети Ищите Другой Рабочий Мест Соответственно В этом Процессе Надо Участвовать В Сауде Безусловно Иначе Это Значит Что еще В отношении Сауда Чем это Грозит Вообще Допустим Провели Аттестацию Ну Не очень Вы заинтересованы В том Чтобы идти На конфликт С администрацией Вы там Подписали Что Да Вы согласны С результатами Сауда А дальше Происходит Следующее У вас были Вредные условия Трога Ну Допустим 3.1 А стали У вас 2 Или Там Было 3.3 Стало 3.1 Дальше Открывается Закон При наличии Вредных Апостанкторов Дополнительное 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 Водопис Полагается У вас Был Допустим Две недели Дополнительного Водопис В законе Но Сказан От Не менее 7 дней Не менее 7 дней Было Две недели Сейчас Написано Не менее 7 дней И работодатель Говорит Ну У вас Меньше Класс Опас Значит У вас Не две Недели Дашь Не менее 7 Записано Не менее 7 Значит 7 Запишем А Если У вас Вообще Убрали Опас Значит Вообще Не положено Было У вас 7 Дней Значит У вас Не будет Дополнительного То же Самое С Дополнительными Выплатами Были У вас Выплаты Теперь У вас Их 4 То Соответственно Снимаются Снимаются Дополнительные Выплаты Снимаются Ну Если Выдавалось Молокоз Время Септит И так далее Что-то Что-то Из этого Соответственно Или Компенсация Была Денежная Этого Ничего Не будет Причем Закон Предусматривает Что вы Можете Получать Денежную Компенсацию Можете Не отдыхать Дополнительное Время В себе Вместо Отпуска Получить Эти Деньги Вроде Как Хорошо Природ А на самом деле Просто вы Не получите Время Для того Чтобы восстановить Своё Собственное Здоровье Так Например Произошло В Гор Электротанце Петербург Там Провели Сауд Оказалось Что У Кондукторов Например У них Вообще Никакой Вредности Нет Они Работают В хороших Комфортных Условиях Крыша Есть Там Тепло Там Печка Работает Зимой Летом Литерятор С народом Общаются То есть У них Самые Такие Благоприятные У них Условия Трудно Допустимы Поэтому С них Сняли Доплаты У водителей Тоже Оказалось Что В общем Не такая Большая Вредность Поэтому У них Сократили На В двух Неделе Долго Но Администрация Ступила Довольно Хитро Во-первых Это Протащили Через Подконтрольный Профсоюз Когда Инициативная Группа Молодых Рабочих Попыталась Взмутиться Они С ними Потихонечку Разделались В том числе Наш Товарищ Товарищ Едидов Попал Тушек Под Эти Жирнова Но Что Было Сделано Администрация Разделила Для Тех Работников Которые Работали До Момента Сауд Были Приняты На Работу Им Сохранили Прежние Условия И Выплаты И А все Которые Нанимались Вновь Они Уже Поступали На Услов Получается Что Внутри Коллектива Политика Разделяет Глаз То есть У нас Все Хорошо Мы Давно Работаем У нас Там Стаж Мы Ездим Там Нам Дают Хорошие Маршруты Относительно Новые Машины Действительно Где И Кабина Оборудована По-другому И Вентиляция И так Дальше Все Хорошо А Молодые Куда Они Приходят Их Сажают На Самые Такие Маршруты Не Интересные Будем Говорить Так Плюс Старые Машины Кто же Им даст По-новому Террию Режутся Куда Еще Еще И так Далее И плюс Еще Они Лишены Вот Этих Помимо Террию Получается Получается Что Вроде Как Вновь Прибывшие Они Готовы Бороться Остальная Часть Коллектива Не Поддерживает У У У Них Все Хорошо И Так Действует Администрация Сплошь И Рядом То Смитри Коллектива Разделяет Людей На Круг Ну И Что В Итоге Собрали Конференцию Трудового Коллектива Где Выступило Несколько Человек Из Старых Работников И Сказало Да Вот Теперь Не То Что Раньше Раньше Приходили У нас Суровые Условия Труда А Сейчас У нас Условия Труда Значительно Лучше Поэтому Не Надо Наковой Вредности Все У нас Хорошо И В итоге Представили Это Так Что Кучка Щепенцев Какая Пришла И Пытала Скачать Права На самом Деле Действительно Стали Условия Труда Значительно Лучшие Поэтому Не Надо Ничего Порвать Что Можно Противопоставить Во-первых Закон Не Требует Снижения Если У вас Было Две Недели Не Значит Что Оно Должно Стать Неделя Потому Что Минимальный Срок В законе Ограничен Недель Это Минимальный Срок Но Если У вас В пол Договоре Написано Что Две Сохранено Поэтому Важно Чтобы В пол Договоре Вот эти Положения Были Продублированы То есть Прямо Написано Не Просто Ссылка На Такую Статью Закон Потому Что Статья Закона Изменилась Было Две Недели Стало Неделя Вам Автоматически Пересвечено Должно Прямо Написано Что За Работу Таких Должно Положено Две Недели Дополнительного Или Десять Тогда Этот Пункт Чтобы Изменить Надо Вступать В переговоры Утверждать Это Переподписывать И так далее То есть Все Что Полезного Может быть Все Что Может быть Ухудшено Потенциально Сверху Действиями Сверху Оно Должно Быть Записано Напрямую Или В самом Договоре Или В приложении Которые Имеют Точно Такую Же Силь Ну И Соответственно Дальше То же Самое То Что Касается Дополнительных Выбитов Значит Можно Говорить О чем Да Вы У нас Нам Не можете Выплачивать За вредность Потому что Вредность Как бы Вы убрали Не можете Плачивать Но С другой С другой стороны Заработная Плата У нас Тоже Не должна Уменьшаться По закону По той же 134 Статье Заработная Доплата Должна Увеличиваться Хорошо Вы Не Выплачиваете Эта Вредность Давайте Включим Вот эти Доплаты Просто В основную И Забудем Об этом Вот Включили Все И дальше Мы Сохраняем Заработная Почему Она Должна У нас Ухудшиться Никаких Оснований Для того Чтобы Она Вы что Хотите Ухудшить Наши Условия Жизнь Ну Труда Нет А Жизнь Да Мы Мы Рассчитываем На эти Деньги Правильно Но Естественно Когда Это Какой-то Индивидуальный Протест Он Никакой Перспективы Не имеет Если Каждый Будет Ходить И Не нравится Вот Там Сад Еще Целая Очередь Желающих Поработать Не Хочешь Работать Поэтому На самом Деле Здесь Тоже Есть Определенный Указ Никакой Оснований Деньги Негвалифицированных Рабочих Где И Днем с Огнем Не Искать Система Профтех Образования Была Развалена Фактически Не Готовили Поэтому Сейчас Как только Открывать Какое-то Производство Да Там Связан Необходимость Или Возобновить Производство На оборонку Стали Обращать Внимание Где Взять Рабочих Нет Поэтому Здесь Тоже Надо Понимать Что Не В таком На самом Деле Ущемленном Положении Находятся Рабочие За счет Того Что Действительно Квалифицированных Грамотных Рабочих Не Прибавилось А средний возраст Мы знаем Сколько 55 лет Если не Больше Сейчас уже Больше Уже Больше Средний возраст Рабочего Класса То есть На самом Деле Работодатели Они Зависимы Конечно О чем Речь Поэтому На самом Деле Можно Выкинуть Заворота Одного Человека Двух Человек Но Если Ты Вволишь Какую-то Группу У тебя Все Встанет И Это Надо Понимать И Сила Именно В том Чтобы Организоваться И Бороться В том Числе И за Улучшение Условий Труд Здесь Еще раз Повторюсь Что Вот Этот Пункт Он Как бы Позволяет С одной Стороны Найти Точки Соприкосновения Потому Что На самом Деле Работодатель Тоже Не заинтересован В том Что У него Рабочие Там Заболевали И гибли На производстве Потому Что Это Каждый Раз Целая Проблема Соответственно Другой Стороны Есть Жадность Которая Идет Постоянная Борьба Жадность Сэкономить Сэкономить На условиях Труда На охране Труда Вот Это Все Как Можно Меньше 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 Хоть Копеек Урвать С другой Стороны Где-то В глубине Души Есть Понимание Того Что Если Все Совсем Делать Плохо То Начнется Некому Будет Работать Потому Все Будут Сидеть На Лебедня Когда Грать Должен Да Значит Поэтому Вот Этот Баланс И Вот Все Время Здесь Нужно Подвигать Себе Работодателей В том Плани Чтобы Сознание Включалось Как-то А Включается Только Когда Приходят Люди И Говорят Что Знаете Мы Не будем Работать Извините У нас Нет Рукавиц У нас Нет Ботинок И так Дальше Что Вы Делать У нас Не Работает Вытяжка Сынху Света Нет И так Дальше Если Соглашаются Люди Работать Таких Услах Значит Будут Еще Хуже Все Свечки Ставить На Так Основном Свечку И Так Добавает Что Половина Соглашается Коллектива Давай Что Ты Выделываешься Не Работает Ну Вот Здесь В Случа Помогает То Что Говорит Иван Михайлович Понятно Что На Открытую Борьбу Способны Не Так Много Людей Но Когда Человек Делегирует Свою Полномочия Он Вроде Как Себя Отвес Стеснял Вот Почему Почему Это Работает На самом деле А Я Не Знаю Чем Там Профсоюз Заниматься Вот Мне Пришли Ну Как Человек Вызывает Вот Допустим Как Ты Мог Пописать Так Они Пришли Мне Сказали Что Они Будут Заниматься Хорошими Делами Я Не Знал Что Они Вас Будут Ущемлять Я Знал Я Подписал У У У Нас Правительство Все Лем Хорошая Декларация Депутаты За Нем Голосуют Они Такого Всего Хорошего Обещают Вот И Профсоюз Мне Пообещал Я Подписал Какие С Меня Взятки Он Депутат У Госдумы Потом Воруют Почему Так Все Хорошие Поэтому Нет Так Друг Человек Не Отвечает За Эту Доверенность Да Он Е Да так же и в этом случае соответственно этому аспекту нужно уделять большое внимание почему потому что это здоровье это продолжительность и просто жизнь соответственно если вы там работаете в условиях которые для вас опасны там лесов нет или еще что-то одно ограждений и так далее как сейчас вот по городу идет реновация фасадов можно посмотреть отчаянной смелости по крышам и так далее так что за этим естественно за этим нужно следить но а по то что касается охраны труда я думаю что мы подробнее еще рассмотрим здесь важна роль конечно если предприятие крупное есть инженеры по охране труда но далеко не всегда он так сказать стоит на стороне работников хотя формально печально он провел инструктаж он должен следить по идее исполнять или нет вообще если взять в целом то рабочее место полностью находится под контролем работодателя он отвечает за то что находит на рабочем месте если вы нарушили грубо трудовую дисциплину в том числе виноват работодатель потому что когда вы нарушали не грубо трудовую дисциплину он не принял меры дисциплина но у нас же какая система у нас надо найти виноватого или сделать виноватым рабочим что то вот он один сам виноват сам вошел сам без допуска да там без допуска залез куда-то в электроустановку получил это и все но так а зачем ты пошел без допуска если тебе допуска не дали значит ты подписал себе это тем самым так сказать что если что-то с тобой случится ответственность будет снести только ты вот и все не ходи без допуска поэтому каждый человек должен еще сам трезво так сказать оценивать что ему предлагают и надо ли в это так сказать делать надо ли в это вписаться возвращаясь к специальной оценке труда как мы можем на нее повлиять во-первых закон по специальной оценке предусматривает что каждый работник только тот кто делегирует а каждый работник от своего рабочего места может заявить о наличии на его рабочем месте вредных и опасных в произвольной форме ту же самую комиссию что на моем рабочем месте имеется шум вибрации я работаю там с таким-то химическим веществом прошу провести измерение соответствующих парамет и подать в эту комиссию если один человек подаст ну может быть это сказать не 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 сработает но если это с каждого извините рабочего места будет вот такая пасечка да значит как-то на этом должны будут люди реагировать ну и наконец если все-таки сауд провели значит не удалось отстоять вредности хотя понятно что мы заинтересованы не в том чтобы нам не столько в том чтобы платили за вредность давали в том чтобы его убрать на самом деле да то есть на самом деле задача в том чтобы как можно меньше ее было да это можно сделать только путем модернизации производства путем внедрения новых более безопасных технологий уменьшение количества ручного тропа включение количества машин что работает в эту поле понятно это не рабочие на своем рабочем месте не будет внедрять новые технологии кто должен я имею в виду кардинальные кардинальные мне как ответили легче нанести дорогого человека чем купить мне подрежу понятно значит для того чтобы вот тот аспект которого мы сегодня касались это борьба за сокращение рабочего дня он как раз работает в пользу модернизации производства потому что чем короче рабочий день тем больше нужно техники и возвращаясь к тому пункту который вам об организации производства то есть при этом в колдоговаре опять-таки нужно прописывать что при модернизации производства при увеличении производительности труда численность работников не сокращалась а сохранялась прежняя а сокращалась производительность рабочего дня у вас допустим на 30 процентов выросла производительность труда за счет того что поставили более производительность у вас должны по идее сократить да то если колдоговар предусматриваешь его нельзя сокращать уменьшательная продолжительность рабочего дня а не план повысит ну это может быть скорее всего они эти детали зарядят вместо там 20-30 скажу у тебя все равно времени вон сколько остается мы тебе модернизировали модернизировали значит делай больше деталей вот и все есть конечно есть опасность на позиции работодателя очень ядно значит здесь современный действующий трудовой кодекс он построен на принципе соревновательности понятно что исходно силы не очень сопоставимые с одной стороны работодатель с другой стороны работник если это один работник понятно что он ничего не будет не сможет сделать противостоять может только коллектив работников и с помощью коллективного договора как так сказать инструмента воздействия инструмента воздействия ну так вот если САУД все таки так сказать произошла да получили вы не удовлетворены результатами но остается единственная по сути дела возможность это проведение государственной экспертизы можно подать заявку на проведение государственной экспертизы условно это проводится другими уже за государственной труда но это процедура платная и плачет уже заебите извините кто не доволен поэтому наверное крупные профсоюзные они могут доволить по стоимости ничего не могу вам сказать потому что закон я с законом ознакомился но обращаться зам не обращался компания не могу вам сказать часто нет это государственные эксперты государственные эксперты там должно было я к этому вопросу вернусь еще потому что сначала вышел закон но не было как это сказать инструкции под законом акта еще не было сейчас возможно хотя может быть еще и нет на самом деле я этот вопрос удачу у нас бывает что закон выйдет а как его выполнять то есть подзаконные акты да вы можете обратиться а куда обратиться а это мы разрабатываем куда вы будете обращаться так же как вот с минимальной оплатой труда сейчас да разработана дорожная карта приближение размера минимальной оплаты труда к прожиточному минусу 19 году мы там должны сравнять а что вы сказали что как там может обратиться нет на государственную инспекцию труда вы можете пожаловаться по любому вопросу связанному с нарушением ваших продовых прав если вас если вас если вас не устраивают условия труда вы туда можете обратиться то не устраивают то есть для этого сначала надо прийти экскертизу что допустим вот слов проведен у меня на документе да меня с ним ознакомили но мне кажется что это не соответственно мне надо чтобы обратиться сначала свою экспертизу я просто пишу им заявление и они уже получают какие-то структуры как это происходит в отношении в отношении этого нет я думаю что сауд без экспертизы я думаю что здесь вот если вам провели сауд а не выполняют то что вам положено так сказать по результатам тогда вы можете обратиться здесь если все сделано соответствующим законам то без экспертизы я думаю что давайте этот вопрос я дополнительно еще изучу потому что это вот такие вещи которые скажем так из практики узнаются поэтому чтобы у вас не выводить заблуждение пока беремся от ответа еще вопрос соответственно по поводу того опять таки если возвращаемся к тому что уже вот этот сауд проведен и если нам все таки удастся там они набрались 50 или вообще мы в принципе как союз должен существовать есть количество членов можем ли мы потребовать повторного времени что для этого нужно или это мы не можем имеют никаких подозрений на сегодняшний день насколько я понимаю вы должны обращаться в экспертизию повторное сауд а значит сейчас я вам скажу во-первых через пять лет естественно да там как плохо предстоит действовать вернее срок окончания вот этой сауд второе повторное сауд проводится в том случае если на рабочем месте произошло изменение ну да изменение процесса изменение процесса да совершенно верно значит если у вас что-то внедрили то ну а изменение графика касается рабочего графика ну скажем был три через три стал четыре если если у вас изменилось вот это что-то на рабочем месте что касается твоего рабочего процесса если изменяется тебя там ключ подвесили теперь его не надо будет носить либо еще что-то уже получается ты интенсивность труда на рабочем месте у тебя уменьшается и тебе заново все перемирять потому что когда у нас проводили соут у меня была вредность 3.2 до конца проведения мне изменили изменили мою зону у меня вреда стала 3.1 заключение то есть это было благоприятно то есть со мной помогла почти благоприятно все равно у меня перемещались у меня больше по интенсивности все равно бывают такие дни что обрала что я очень и второе то что из чего я хотел начать да собственно если что-то произошло честно не дай бог рабочие миссии травмы это факторная пробовать зацепь а если у меня такой определенный нет зоны где я работаю непосредственно мое рабочее место это стол с компьютером да но я как выхожу на улицу также беру машину клиента загоняю ее на мойку опять-таки нахожусь в зоне до чтобы посмотреть там согласовать с клиентом по идее так до должен проводиться кронометраж в идеале на метраж вашего рабочего сколько вы проводите время за рабочим столом сколько вы в зоне сколько вы там машины и так далее никто этим заниматься не будет вас работодатель как предусмотрел ваша рабочая стол с компьютером ну по сути да значит вот у вас будет по сути да я тоже заведующий отделением рабочее место это рабочий конец стол с компьютером я там ухожу в операционную и в процедурную и везде естественно работают участки ну сейчас зовут у нас не в этом дело на самом деле конечно здесь основной временной фактор сколько времени проводить точно за же для определения вредности если у вас вредность там меньше 30 процентов вашего рабочего времени не занимает никакой вредности вот врачей рентгенов у них должно 70 процентов рабочих непосредственно в присутствии рентгеновского станка мы как хирурги допустим приходим работаем тоже с рентгеном у нас 30 процентов соответственно время за рентген не полагает то что даже и вы если вышли по рабочей прям зону но вы же там находитесь вы там непосредственно выполняете работу непосредственно продолжительности не хватает и продолжительность да если вас там поставить потому что я точно на производстве на десане они так ушли на этих рабочих местах от вредности получается смена 7 7 часов 40 минут ты пол смены работаешь во вредных условиях туда пол смены тебя ротация поэтому не надо платить на два человека просто ратируется с легкого на тяжелый с одной стороны платить с другой стороны меньше не но это не повышает фактор ошибки потому что людям они в течение смены меняются с одного рабочего места на другое рабочее место если ты пришел привык к этому рабочему месту к одним деталям а пришел работать на других ты можешь содержать ошибку простой линии может привести либо еще чем но также ты могут все свалить на работник за невнимательность дисциплинар в отношении затрат сказать вот оценка общих суммарных затрат на условиях труда и на охрану труда составе выпускаемой продукции в среднем это составляет около одного процента всего нас максим максимально максимальная цифра 3 процента от одного до трех процента на такой круг а чем и речь то когда работодатель экономит на на тех же средствах на самом деле это такая мизерная доля поэтому даже не о чем говорить ну если на это тоже нужно давить а мы потом будем без рук что ли из-за того что вы там сэкономили десятую долю процента но тем не менее тенденция к этому есть а на своей зарплате на зарплате менеджеров там так далее он экономить не будет кровь и нас собирает допустим если у нас небольшое производство всего 130 170 человек конкретно рабочих занятых производством подозреваю что меньше половины вот если на каждом там допустим экономить а перчатки которые немцы рекомендуют именно при металлообработки со стружкой они нереальных денег стоит просто в интернете посмотрел около тысячи стоит вот и нам покупают их там по 500 и тоже хорошие они спорят но они не такие как их рекомендуют 500 рублей скажите пары перчаток нет 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 на смену вот тут калькуляция простая мне нет тут друг на другом идет речь понимаете вы мыслите со своей колокольни вы получаете допустим 20 тысяч и вы понимаете что за тысячу вам выдают перчатки это очень большие деньги глава предприятия думает миллионами для него эти перчатки тысячи может этого не заметить это принципиальный вопрос это даже как станок для вас как вы не заметите там сидят такие люди которые они удавятся нет я не говорю в объеме предприятия они удавятся я не спорю за каждую копейку но в объеме предприятия в объеме прибыли это может быть такая толика они каждую вы не должны по-другому понимать что это деньги который вынимает из своего кармана он считается даже как резец это рассматриваться должен дорогой также как станок перчатки к нему не надо надо себе думать они работники уровня я работа да не работаю согласен что входить в отношении условий труда это точно себе дороже работает пока у нас все молчат как только они завалятся судебными исками да я думаю что ситуация изменится судебные иски понимаете судебные иски вы подаете постфактум когда с вами что там произошло уже какое-то несчастье это вообще-то уже поздновато немножко если вам уже вы уже руки повредили и не можете работать по-прежнему да вы можете что-то потребовать так сказать надо же до этого не доводить руки вам не только нужны для того чтобы работать для жизни чтобы там жену приобнять в конце концов детей приласкать руки надо беречь как раз по таких вопросам мне кажется можно с трудовой инспекцией обращаться если касается нарушения нарушения срока количества качества выдачи спецодежды там каких-то приспособлений то есть вот эти вопросы трудовая инспекция как раз таки радостно прибежит почему потому что она может остапливать работодателя а задача трудовой инспекции как же как и налоговой и всех остальных пополнять бюджет и штрафы там очень приличные поэтому они очень с большим удовольствием прибегут штрафовать большим трудовой инспекцией можно анонимно обратиться на самом деле даже они анонимные обращения рассматривают как с одной стороны обратиться анонимно вот ну если у вас три человека конечно не три человека допустим проблема ну к примеру на трех рабочих местах только и анонимно люди обратились и к примеру гид придет комиссии с гид на эти рабочие места работодатель явно поймет что с этих рабочих мест ребята пожаловались и начнет их давить тем или иным способом работодатели вот так вот это проблема и специфические рабочие места проблема малых предприятий на самом деле даже по официальной статистике условия труда и с культурой охраны труда низкий на малых и средних предприятиях и травматизм и к сожалению гибель на производстве выше то есть там где людей мало и они не могут отстоять свои интересы это сложно это большая проблема ну вот может быть такая скажем так такой такая форма как вот МБРА за счет того что венесим на крыльничках на пределах позволяет именно на протеклятиях с небольшим количеством работников бороться но с другой стороны связь хуже связь конечно с самим коллективом получается вот что еще на что нужно обратить внимание еще в коллективном договоре в отношении условия труда и охраны труда часть средств по моему там не забрал сколько процентов у меня в лекции есть это если за истекший год на производстве не было несчастных случаев не было так сказать каких-то происшествий то работодатель имеет право вернуть из фонда социального страхования часть средств по моему полтора процента часть средств получить обратно и направить их на охрану трудного улучшения в своем душе вот часто это не дело ну потому что это хлопоты да так сказать он на себя эти деньги не может потратить поэтому здесь соответственно это и в коллективном договоре и профсоюз должен так сказать требовать с работодателя чтобы он это делал контроль контроль этих средств да конечно чтобы эти деньги чтобы он эти деньги получил потому что есть конечно примеры в предприятии где работодатели ну это старые закалки там люди которые действительно эти деньги возвращают там устроили там душевую еще что-то там дополнительное то есть эти средства возвращаются на самом деле улучшение условий труда оно работает вот в обе стороны и в конечном итоге оно выгодно и работникам и работодателям а может они возвращают просто на работу а может быть и кстати да я почему-то подозреваю что так и происходит вполне возможно но если верить так сказать тому что говорят представители фондов есть были такие публикации там порядка десяти процентов только обращается на самом деле тогда этот фонд страха должен вообще невероятных размеров мешок с деньгами быть больше чем пенсионный или как на самом деле у нас предприятий по России куча это взять то все вообще даже взять мелкую пищевую промышленность производства я не знаю при чем тут Питера Россию взять и получать фонд тоже глобальный он же российский и получается это такой мешок с деньгами который там уже просто там не знаю лопнуть там издавали все строго если мы учтем что теперь если никто оттуда деньги платят и никто не берет десять процентов берет невероятное должно количество денег ну так оно и есть то есть деньгам не найдет государство так что за этот счет нужно не переживать да их удобно так собирать в одном месте со всего там акций за бензин между людьми еще один то что я сказал по последствиям соута да или соута да если вас вредно сняли то потом доказать что у вас заболевание профессиональное да сейчас то уже это сложно сделать хотя с другой стороны если вы всю там почти весь трудовой станции отработали в вредных условиях а потом по салюту они стали благоприятными а как их можно оспорить то есть у меня господин было рабочее место у меня был станок ну конкретно я там оператор алла-чечипул станков да а он когда там идут определенного типа тормозные диски он вибрирует так что там ну просто стекла в цехе жужжат и допустим как они у меня могут его убрать то есть у меня оно было вредное-вредное-вредное а потом бац и стало полезное что ли как это вообще происходит легко амилию когда нам выключали пришли все было же такое а собственно так и было пришли непонятные люди никто ничего не назвался они вообще не говорили что у нас соус происходит сказали парень ты тут работаешь я говорю ну да я говорю ты можешь сам включить у нас не было ни планов производство только вот только-только стартовало станки буквально их только поставили подключили гидравлику электрику только-только не только обороты не было ни заготовок вообще ничего не было вот инструмента даже еще режущего не было и да подошли такие товарищи сказали парень ты можешь там включить что именно обороты просто можешь включить да могу включил обороты там ребята поднесли какую-то штуку смотрю о да тут все нормально и ушли а потом мне да 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 именно так все и происходит а потом мне приносят значит бумагу и говорят вот у тебя там условия туда вообще офигенные да я говорю нет я не согласен ну иначе собственно из-за чего и начали за консольт обладаться и ну и не только станочники там и операторы сборочных линий и все-все-все-все и комплекторчики ну и в итоге мы добились что у нас действительно при полной загрузке станка при полном плане и работая этими пневмо-машинками ну 3 3.1 3.1 где-то 3.2 ну добились ну то что хоть бы не подписали это да и так сказать нет мы подписали то мы подписали но очень сильный шум подняли мы очень сильную шумиху подняли из-за этого работодатель ну откровенно не пугали но слово «гид» там у нас прозвучало в диалогах с работодателем вот они видимо как бы смекнули что лучше не доводить там до так вот до крайностей и они решили сделать повторную проверку в соус ну они собственно это люди называют ну как бы не совсем победа есть есть места на которых ну реально ну на пункты ну можно было еще чуть-чуть повысить да там хотя бы там 3-2 где-то поставить но мы уже там совсем уже на конфронтацию идти не ставим потому что и так там на нас смотрели как на врагов народу ну вот вот вопрос по платьям ну допустим про «Велесоут» это не дешевое удовольствие там десятки тысяч за это предприятие выкладывает в эти организации ну и соответственно там на предприятии много рабочих мест различных рабочих мест которые оцениваются да на одно на второе на третье на четвертое но ущемлен допустим только на одном из семидесяти и когда подается иск он иск вернее его в госкомиссию в гос ну кто словит вы сказали гос как экспертизу да там по одному месту подается ведь цена тогда будет намного меньше или же снова надо комплексно это все оценивать я думаю что я не готов по я еще раз говорю когда я вопросом изучал этот вопрос был только закон не было еще ну потому что представляете 100 рублей одно место давайте чтобы экспертизу отдельно отдельно я подготовлю мы этот вопрос разберем но здесь я могу сказать следующее что есть такое понятие как аналогичные рабочие места то есть по сложности представить ситуацию что у вас одинаковые несколько ну как близких скажем так у вас на одном месте вам сняли вредность а на других оставили да более того экспертиза это проводится тоже если рабочие места признаны аналогичными то они все на всех местах это кстати дает возможность вот этих злоупотребления на самом деле вы то знаете что рабочие места не аналогичные он там работает с более легкими деталями да здесь более тяжелые поэтому шум и вибрации совершенно разные а работодатель говорит что это аналогичные здесь стаканы становятся здесь стаканы так и говорят у вас же одинаковые стаканы да поэтому и получается что там 3.1 здесь и 3.1 там да 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 для этого нужно подавать что да уже самую комиссию подается заявление что с рабочего места работник может подать что у меня на самом деле там да понимаете обычно же мы же не знаем когда начнется тут еще опасность какая есть да что вот как пришли действительно никого не опровещают значит здесь много всяких подводных камней но активность профсоюза и активность в плане того же самого софта хорошо есть какая-то база да еще что могу сказать профсоюз ведь если есть профсоюз есть такая ну не должен говорить так опция ну можно сказать и должен профсоюз есть общественные уполномоченные по охране труда то есть профсоюз может выделить одного или несколько человек которые которым делегируется полномочия по охране труда и вот эти люди они должны так сказать держать руку на курсе все время с инженером о охране труда постоянно общаться и обучать надо понятно но обычно это там где есть все-таки довольно крупные профсоюз которые могут позволить людей и обучить и так далее но тем не менее то есть ведь эти люди не должны почевать на лаврах а вот они должны именно за этим следить что когда начнется сауд когда там когда и ходить в том числе с этими самыми инспекторами и смотреть что они там измеряют на свою удачу похоже похоже допустим место рабочие в соседнем регионе в соседнем на соседнем заводе есть какая-то общая база где вот уже провели и добились вот таких вот понятно да таких показателей там допустим ревности 3,2 так 3,3 а у нас только 3,1 хотя все одинаковое давайте обратимся к опыту товарищей с соседнего завода знаете я думаю что можно конечно но это больше для такого словесного аргумента потому что у нас даже закон не имеет судебное решение прецедентная сила то есть у нас нет прецедента а если где-то принято судебное решение по какому-то вопросу аналогичный случай не может быть вынесен там договор на основании того хотя бы решение вы можете вы можете отталкиваться сами как бы да и требовать но показать показать работодателю что вот там в Светловской области провели соут и там у них 3,2 он скажет ну мы же не знаем ну у них там освещения не доступны да вот именно они там то есть нет это однозначно не работает другое дело что ознакомиться с результатами слов можно да и на официальных сайтах предприятий в том числе там публикуются эти результаты они вывешиваются то есть можно посмотреть это официальная информация да это информация официальная я не могу сказать за всех но в то же самое Борэлектронтрансик допустим вывешивалась да и в принципе там где сайт разработан то вот эта информация по проведенной оценке и мероприятиям рекомендованы по улучшению условий труда ну обычно там стандартная формулировка улучшение режима труда и отдыха что-то такое оптимизация ну вот улучшение если вы хотите улучшить режим труда и отдыха сокращайте рабочую смену прекрасный прекрасный способ уменьшить вредность кстати сказать защита временем это один из фактов защита временем и перерывы и отдых может быть тоже перерывы зачастую люди имеют скажем они могут включить неоплаченный перерыв я сделал тебе обед до двух часов смены ну что это будут неоплачивать у нас два перерыва по 10 минут они оплачивают у нас не важно перерывы надо использовать на перерывы обед неоплачиваем но обед неоплачиваем кроме тех случаев когда он включен то есть по условиям производства вы не можете покинуть рабочее место тогда у вас включается вот я предлагаю где это проописано потому что у нас как раз в трудовом законодательстве в трудовом кодексе и прописано нас обязали не покидать нас ну по крайней территорию предприятия тогда у вас обеденный перерыв должен быть оплачен отключается ваше рабочее время то есть у вас запрещено покидание рабочее время и закона нам ставят одиннадцать часов вместо двенадцать если вы не можете покидать территорию значит вам должны обеспечить условия прием на рабочем месте и соответственно будет ваше рабочее место ну это обеспечивает так это ну мы должны это потребовать потому что просто так вам никто не даст а если столовая есть то это столовая есть если столовая нет имеется в виду что если вы не можете уйти вы забрались на крап у вас полдня уходит на то чтобы подняться и спуститься естественно вы будете принимать пищу ну это кто-то знает кто-то знает кто-то знает да то есть там ты не можешь покинуть рабочее место ты понимаешь это входит если нет ну есть еще такое понятие как время связанное с производством где-то оно прописано в район шахтеров да вот единственное что я не понял из договора там вот та шахтуга оплачивать за это время или не оплачиваться в связи с производством то есть время подъезда до шахты или нет понятно что оно скорее всего оплачивается меньше чем под землю но там получается что у них вроде как рабочий день сокращенный то есть там в 6 часов подземных работ и плюс два часа еще на подъезд и отрезка в общий рабочий день работодатель в своем возьмет если не смешно так сказать не потребует надо подземных опуститься подняться да естественно что во многих специальностях время связанное с производством оно вообще не учитывается то же самое те же самые транспорты приходят они сюда что готовить на самом деле приезжают на полчаса на час раньше и после должны за пределами своего рабочего дня привести порядок трусовую машину это время никак не учитывается то есть это фактически то что мы дарим работодатель вы не дарите вы станок когда умираетесь минут 15 процесс а 5 минут за час 5 минут за час и не после окончания на территории производства нам нельзя после полчаса больше закончилась смена это чтобы не толкучка не на производстве не в раздевалках не запланировали развозки да и это тоже в том числе вот и развозки тоже в определенное время отходят не все же на автомобиле просто не успел все то есть у вас это входит в вашу вопрос еще вопрос у нас хохотно отопление вы в помещении холодно очень мы нашли таблицу где у нас написано что и 22 там 10 градусов там это нормально то есть рабочего дня ну а потом там со снижением на каждый градус чуть 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 она уменьшается там что-то при 17 градусах уже там 3 часа только можно находиться ну и так далее вот вот у нас в термометрах на стене висит и вот значит на основе этого термометра мы и не можем уйти да и вообще мы не можем их идеально производить это надо чтобы какая-то экспертиза пришла у нас замеры температуры в помещении или как это вот практически мы пошли в охрану труда там нам говорят ну вот ну может придем замерим но как-то так и не собрались ну вообще строго говоря бытовой термометр конечно основание не может у нас должен быть поверенный с бумагой что у вас да что этот термометр действительно в охрану нужную температуру тогда да на основании бытовой термометра конечно не можете так поэтому должны были прийти охрана труда должна замерить и более того но все равно вы не можете самовольно написать бумагу написать бумагу да и так сказать работодатель должен выпустить распоряжение но если вы один если вы всех устраиваете ладно, хорошо всех устраивает вы один мерзнете наденьте штуку на следующий день на следующий день на самом деле со снижением температуры тут в меньшей степени а вот когда температура высокая и действительно там кондиционерами не оборудовано ну я знаю что некоторые эти работники требуют и вынуждены сокращать рабочие деньги потому что начинаются обмороки да то есть мы мерить может на уровне предприятия в отделе охраны труда должны быть поверены эти в русский гидрометцентр вы не должны обращать нет на уровне этого самого а где охраны труда пока вы добьетесь экспертизы это понятно останет лето пока содержит охраны труда а если нет такого отдела вообще ну мы решим в конце сентября летом ну невозможно в цехе просто дышать было нечем все сквозные ворота все открыты нет вентиляции движение воздуха никакого нет душно ну работодатели уже просто уже практически в грубой форме предъявили это дело мы решили этот вопрос в октябрю примерно и не решили потому что тебе холодно стало то есть они вообще ничего не делали но вопрос мы да это очень важно на заметку возьмем то есть мы просто забили ну вот этот вопрос я думаю что даже не в этом дело а как бы не знаю как мне в свое время мой руководитель учил что существует правило трех раз если ты один раз пришел значит тебе вообще не надо если ты два раза пришел ну да можно подумать что если ты третий раз пришел значит тебе действительно надо понимаете правило трех раз да правило трех раз с какой периодичностью ходить и написать ну это уже с какой это уже ноль решается зависимости от того действительно сколько вам это надо конечно если вы пришли один раз в июле там а потом пришли в сентябре я говорю так о чем все хорошо вот например понимаете то есть нет мы периодически им напоминали говорили что как бы нам там нехорошего мы решаем мы решаем понимать что цех тут все новое надо там оборудование специальное все покупать в общем нам так тянули тянули но они собственно и дотянули нормально понимаете пока мы выступаем в роли просителя то естественно я могу сказать из своей практики когда приходишь и говоришь знаете у нас закачивается инструмент у вас еще есть есть инструмент он же еще живой да ну хорошо да мы все купим принесите бумагу бумага лежит когда приходишь говоришь у нас уже ничего нет а чего вы не приходили а так и бывает да поэтому поэтому я иду и говорю что нет нет а это бесполезно я вот когда работал на пролетарском заводе ну я вот допустим на пролетарском заводе работал у нас была была женщина пожилая уже там давным-давно уже пенсионного возраста по закупке инструментов с ней почему-то вообще никаких проблем не возникало коммерческий директор все подписывал она по всем цикам ходила она все прекрасно знала тому чего в какой период примерно надо а потом поставили молодого такого парня она уволилась ну уже просто потому что она ей снова работать старенька была вот и парень такой ну давай там вот пиши что тебе надо ну я взял и написал что мне надо потому что у меня вообще ничего не было толком вот оснастку там цанги из фрезы из листы а он потом ко мне через месяц приходит и говорит мне это зачем я же это ну я остановочник зачем мне сколько это стоит ну это же говорит не купят я говорю ну а что я буду делать ну встанет она бы сейчас и был такой момент я просто 4 месяца стоял мне не то что там специально не было нечем было работать физически нечем и ну там вопрос уже где-то очень высоко решился это войска объединенной судостроительной корпорации закупили потом на приличную сумму инструмент это 4 месяца простое ну к сожалению да это ситуация довольно типичная хотя с другой стороны ведь если мы посмотрим на формулу у производства начинается изменить денег если вы не потратите денег вы не получите добавить денег и в конечную стоимость продукции все это заложено да и и средства защиты и станки все там наложено без этого производства не может осуществляться просто люди которые сейчас занимаются производством экономической теории не ничего как они все с высшими образованиями приходят не важно а вот эта часть которая касается производства зачем оборонному заводу менеджеры по продажам я не понимаю а кто же будет ездить в арабский мир нет я понимаю допустим изготавливаю успокоитель качки для вероносцев дофига в России кому можно продать аэрофинишеры которые для вероносцев я вообще не понимаю там сидит их 4 этажа если на пролетарском заводе человек занятых производством 370 человек то этих 1200 4 этажа людей сидят непонятно зачем они так зачем оборонному заводу это оружие собираешься продавать это вещь специфическая потому что производительность вашего труда позволяет кормить все это все остается да начинаешь а там все пенсионеры я пришел на завод 29 лет на меня смотрят все с выпученными глазами а там одни пенсионеры там никого нет откуда откуда вы так беги просто так закопил профессию получить пошел выучился и получил мне интересно и на меня так смотрят все парень ты откуда я говорю откуда оттуда а где вы учились то тогда в 43ом училище еще есть 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 училище директор там женщина набирает гражданских просто так с улицы людей кого угодно с профессией без профессии с образованием и на меня смотрят ты дурачок почему ну я говорю выше есть интересная профессия вот я захотел освоить я пришел ты не рад что ли там на самом деле вот мы в итоге характерами сошлись короче л Darrin ну и что а вот и все вот и все Вот и вся позиция. А заводы вот эти старые, которые еще недоразворованные, советские, они именно на этих людях и держатся. А молодежь туда не приходит, у меня 6 учеников было, когда там уже разряд получился, с училища приходят, но они, наверное, как, на практику, наверное, 3 месяца. Ну, практика, да. Они не держатся, они получают одну зарплату, там, смотрят, 14 тысяч, и скажут, что больные, что ли, уходят там. Ну, потому что с училища, о чем у них там, третий разряд, с начальником церкви на эту тему тоже разговаривали, кадры, кадры, мы, говорит, провалились, просто потеряли целые два, даже два поколения. Никто этих не сменил, этих не сменил, они все работают и работают. Вот, по идее уже, я уже должен учить, а никого нет. Он говорит, в училище выходят люди. Ну, я не знаю, там, как ситуация в промышленности в России, еще, наверное, более аховая, чем тут в Питере. В Питере все-таки город побольше. Вот, а так, провал полный. В училище выходит, выходит, выходит люди, а их на этом нет на производстве, потому что они вот, из 6 учеников, он только один остался, и он в другой церкви решил манить. Они все, они все в салоне сотовый. Да, и зачем ему работать на грязном производстве, там ни денег нет, ни условий нет, там грязь, короче, он будет в чистой рубахе стоять, он одну мобилу за месяц продаст, и столько же денег получит. Для чего это все? Если длинные люди, ну, да, 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 это же самое, в частном автосервисе строился, он там так же может развести какую-нибудь дурочку на Мексусе, это же самое, вы... Да нет, ну что вы смеетесь, так же получите? На разводе, что, как бы, что вы писали, как они мать выкинули? После этих ремонтов еще потом, по-моему, надо... Потому что лексусы не ездят, да? Да, безусловно, конечно, это большая проблема, но я хочу сказать, что вот, выходя уже в течение ряда лет проходным с нашей печати, я могу сказать, что количество, конечно, увеличивается все-таки у молодежи. Все-таки больше стало, ну, скажем, там, на Балтийском, да, вот здесь есть, на Балтах, да, там, где предприятия работают, антипродукты... А Буховский, это же, тоже вроде как... Да, там, там, сейчас, в молодежь есть. Арсенал, верфи. А, на арсенале у меня есть, да, на Холдах, да. На верфях все-таки более возрастно. Ну, в целом, могу сказать, что, конечно, вот эта внешняя угроза, она, ну, крайне мере, оборудована немножко, так сказать, с темного промышленности. Ну, безусловно, без борьбы самих рабочих, за свои, прежде всего, интересы, так сказать, и текущие интересы, жизненные, ничего не то. Работодатели продолжат разворовывать, к сожалению, все нужно будет завершать. Вот. Я думаю, что на сегодня достаточно, за это дополнение мы с вами, как правило, долго занимались. Вопросы я понял, по экспертизе дополнительно еще, так сказать, и к тем изменениям в салон, которые, возможно, за последние времена произошли, я подобрал и запомнил. В общем, не слышу. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос к вам, Михаил. Если есть отраслевой профсоюз, а предприятия, ну, относятся к определенной теплоотрасли, обязательно ли регистрировать профсоюз предприятия в этом отраслевом? Нет, конечно. Это просто объединение профсоюзов, такое же, как Федерация профсоюзов России. Нет, конечно. Где угодно можно регистрировать. Федерация профсоюзов России, вам пора. Федерация профсоюзов России, вам пора. Федерация профсоюзов России, вам пора.